Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. В Москве 14 часов 4 минуты. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Юлия Егорова и Роман Шахов. Но не только. У нас сегодня в гостях артисты, которые снялись в потрясающем фильме. О нем мы сегодня и будем говорить. Через несколько дней, 23 ноября, в кинотеатрах стартует картина под названием «Мой лучший друг». И мы сегодня в студии Страна.ФМ приветствуем артистов, которые исполнили главные роли в этой картине. Итак, друзья, встречайте Айнур, Маргарита Кутовая. Добрый день. И Андрей Артамонов, Юрий Полик. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну что ж, считанные дни остаются до вашей грандиозной премьеры. Я вас поздравляю. Насколько я понимаю, это ваши первые главные роли в «Полном метре». Да, да, да. Абсолютно точно. Верно. Давайте поговорим о кино. Почему мы с Романом должны 23 ноября провести вечер в вашей компании? Так, подождите. Во-первых, вся страна почему должна? Мы с тобой в числе... Страны. ...многих тысяч, миллионов людей. Ну это понятно, понятно. Итак, ребята, рассказывайте, почему мы должны пойти? Ну, в первую очередь, наверное, потому что... Юра, поближе к микрофону немножко. Хорошо. Это история трогательная про дружбу, про любовь, про становление человека, борьбы внутри себя. Он борется с собой, как он себя не принимает, как он принимает остальных людей. И как он в итоге приходит к себе и к тому, чтобы принимать других людей. Дружить, открываться. В официальной информации сказано, что сюжет фильма основан на реальных событиях, научной разработке и внедрении авиационных двигателей, строительства турбин на газопроводах в 70-х годах. Да. Действительно. Да, да, да. Сложно. Сложно все это так звучит, но фильм, я так понимаю, совсем не об этом. Вот слово женщине. Девушки. Моей героини... То есть в реальной истории моей героини нет. Элина, когда придумывала сценарий, у нее была очень... Ну вот вся эта реальная история, она никак не могла придумать концепцию какую-то. Элина Суни. Элина Суни, да, режиссер и сценарист. Сценарист. И все не получалось, что-то не получалось. И в итоге она поняла, что у нее нет героя. Ну, это сейчас я очень так громко говорю. И она придумала мою героиню, которая абсолютно вымышленный, выдуманный персонаж. И, на мой взгляд, почему стоит идти смотреть этот фильм? Потому что вообще очень, честное слово, очень сложно говорить про работу, в которой участвуешь сам. Лучше про что-то говорить. Почему стоит? Потому что этот фильм, на мой взгляд, очень отличается от того, что есть сейчас на таком рынке, кинорынке. Именно отечественном. Вот, и давай-ка, чем отличается? Во-первых, он отличается местом действия. Так, и где снимали? Про это, мне кажется, можно отдельно говорить. Это райское место. Где рай 64? Иронично, да, в иронии. Но находится между городом Актау и Атырау. Это насколько, если я правильно, вот... Казахстан. Запад Казахстана, да. Ангышлак. Мы когда с Владимиром Адольфовичем, который играет тоже главную роль, прилетели в это место, таксисты местные, когда узнали, куда мы едем, у них были вот такие огромные глаза, они говорили, что зачем вы туда едете, вы не понимаете, там жара, там просто дикие люди вас там чуть ли не съедят, в общем, оставайтесь лучше здесь, здесь море, здесь прекрасный город. Зашлась туда и брата моего, да. Да, вот, примерно так. И ехали мы туда 9 часов на машине, останавливались в каких-то местах, и я просто... И когда мы туда приехали, я вообще не понимала, как мне там, не то что играть, а как мне там... Выжить! Существовать просто, да. Я просто спокойно смотрела так на все вокруг и говорила, да, здравствуйте, в общем. То есть это что? Это деревня? Это малюсенький поселок, очень бедный, там очень плохо с водой, и он вот на самом деле, мне кажется, что практически не изменилось, вот в 70-х, мне кажется, жили так же. Потому что, несмотря на то, что там в каждом даже самом таком скромном доме обязательно присутствует вай-фай и кондиционер, но вот с какими-то такими нам привычными бытовыми условиями там сложно. А как же, Юрий, вот эта актерская романтика, о которой все говорят, да, сложно, да, жарко... Знаете, она здесь присутствовала, она правда здесь присутствовала, действительно, это было, возможно, ну это моя не первая экспедиция, но вот такая масштабная первая, и мне кажется, помогало вообще, вот все вот это вот помогало, и как-то ты действительно не реагировал на эти вещи. Скажите, пожалуйста, правда ли, что там перепад температуры чуть ли не в 60 градусов возможен в этой местности? Они не присутствовали при такой кардинальной смене температуры, но температура там действительно... Давайте, друзья, посмотрим трейлер картины «Мой лучший друг», и увидим этот поселок, да, и увидим эти условия, в которых ребята снимались. Итак, смотрим, слушаем. Да, собственно, кто такая? Айнур. Убедительно. Ну да, вот. Не был Бондарем моим другом никогда, у него вообще не было друзей. За идею погибнуть, а подвиг совершить, а? Тут ведь, знаете, друг все равно, что брат, а что-то не так. По жанру. И здесь, надо сказать, с 23 ноября во всех кинотеатрах, друзья, «Мой лучший друг». Ну вот, посмотрели мы трейлер, тот, кто не смотрел, послушал его. Твоя героиня выглядит настолько молодо, как будто бы просто какая-то девочка, как будто бы ей лет 14. Вот эти косы, я так понимаю, что они были очень тяжелые. Да, у меня волосы во время съемок картины были вот примерно вот такие, очень короткие. Корые? Да, вот. И наша чудесная гример сетовала на то, что они такие короткие, что были бы они подлиннее, можно было бы там придумать. Это тоже было очень интересно, потому что помимо кастинга на главную героиню шел кастинг на гримера. Ничего себе. И приходила я, новая гример, я и там три новые кто-то, и у нас все время было вот, потому что Элине нужно было понять, кто же справится с этой очень сложной задачей. Мне пришивали косы каждый, на каждую смену, они весили примерно по 3 килограмма на голове у меня вот эта вот штука весела. Шея у тебя, конечно, стала сильнее. Уши, все это прекрасно. При том, что очень сильно сплотилась вся команда, и после смены наш водитель, он стоял рядом, я держала его за ногу, потому что мне было больно. Он уже сам, помимо всех девочек, которые все помогали расплетать. Другие подробности девочки мы узнаем очень скоро. У нас сейчас Анна Седакова в эфире Страна.ФМ. Будьте рядом. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Мы продолжаем. 23 ноября, напомню, в кинотеатрах в широкий прокат выходит фильм «Елина Суня. Мой лучший друг». И сегодня у нас исполнители главных ролей Маргарита Кутовая и Юрий Полик. Еще раз вам привет, ребята. Здравствуйте. Ну, мы остановились на твоих косах и вообще на том, как было тяжело сниматься. Юра, подождите, жили вы в вагончиках актерских или была какая-то гостиница там местная? Нет, была гостиница, была совсем новая гостиница. Отходите, знаете, страсти, страсти. Не-не-не, в палатках жили. Была романтика, мы жили в палатках, ели у костров. Нет, была гостиница, и она была совсем новая. Мы были первые посетители там. Вот. И, собственно, как будто для нас, для этого фильма ее построили. Сейчас там уже висит почетная доска, что вы там жили. На этой кровати, в палатках. А сколько по времени, получается, длили съемки фильма? В общей сложности. Ну, вот именно на... Казахстане. Около месяца. Около месяца. И наверняка уже, да, когда уезжали, уже настолько полюбили и места, и вот эту вот величественную природу, что не хотелось расставаться. А вы знаете, нет, там все так сурово. Ну, то есть, другая ментальность, и прям полюбиться, вот... Просто мало поболи, наверное, сейчас смотрит нас и слушает режиссеры, думает, да. В следующий раз надо подождать. Юра хитро улыбается. Нет, а мне понравилось, наоборот. Да? Я не товарищ, мне не понравилось. Просто я с южных земель, и мне очень нравится. С южных земель, а ты откуда? Родился в Крыму. Так. И в пятом классе оттуда я уехал. А, ну... И поэтому мне все это очень близко, солнце. Степь. И, да, и родился я в Степном Крыму, поэтому мне это все близко и напоминало как-то отчасти дома. Ребят, скажите, пожалуйста, вы снимались с самим Ильиным. Да. Народным артистом России, на минуточку. Вот ваш опыт этот, чему-то подсмотрели, научились у Владимира Адольевича, расскажите вот об этом. Конечно. Так. Понятно. Да, конечно. Что удивило, может быть, да, в этом человеке? Что он... Ильич Монова вас научил? Научил? Да. Просто одно дело, когда ты учишься в Щукинском училище, да, и ты учишься... Вы оба закончили театральный институт имени Бориса Щукина, вас обучали мэтра, мастера. Другое дело, когда ты находишься в Казахстане, когда жара, когда печет, и когда реально, ну, сложно и тяжело. И когда рядом с тобой такой мастер и такой человек, наверное, опыт воспринимать совсем по-другому. Это уже практика, совсем не теория, да? Совсем не старый арбат. Да, 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 и этот опыт очень ценен. Нам-то было жарко, а как было жарко ему, несмотря на все это, ну, все это делал... Ну, то есть это удивительное ощущение. Когда ты молодой, ты понимаешь, что ты не можешь дать спуску, потому что вот стоит народный артист. А плашать нельзя? Да, нельзя ни в коем случае. Конечно, есть какое-то волнение, но он очень простой человек, очень простой, очень сердечный. Как-то понимаешь, что... Он поддержал вас, да? Да, в этом плане он поддерживал. И он каждый кадр, ну, каждую сцену он играл по-разному. Да, это было вообще... Каждый дубль по-разному, это было удивительно. Действительно, удивительно было. Я очень переживала, когда у меня довольно много было сцен вместе, я, конечно, переживала безумно. Но как только вот был первый дубль, первая сцена, мы стали разбирать что-то или говорить, у меня вообще ушло это состояние какого-то... Тремора. Я не знаю, как он это сделал. Он настолько вот, ну, такой... Обволакивает. Да, обволакивает простой, какой-то родной, очень близкий человек, очень вот какой-то, ну, я не знаю, он каким-то был для нас вот как родственник. Так, правда. Между прочим, 16-го у него юбилей, вы, наверное, знаете, 70, поэтому, ребятки, не забудьте поздравить. Хорошо. Ребят, обычно в таких экспедициях случается разная прикольная история, и актеры рассказывают, как там, там, такой косяк случился, или такой, или там, что-то такое. Ну, интересно, были ли какие-то приключения у вас в Казахстане? Приключения? Приключения, да, Юра, приключения. Ну, может быть, с Керкой что-то. Чудеса. Были чудеса. Так, давай-ка, мне тоже интересно. Наверное, самое большое чудо, это была собака. А, да. Которая жила у этой гостиницы, а у них там собак, как я понял, не называют, не дают им имена. Они просто собакой или как-то к ним обращаются. И вот мы приехали, и там была собака, она была похожа почему-то на львицу очень. Вот, у нее были обрезаны уши, хвост, видимо, чтобы там, так понимаю, хищный животный кто-то обитает, ее... Не трепали. Не трепали, да. Вот эта собака к нам очень привыкла. Ко всей группе? Да, ко всей группе. Ну, конечно, вы ее приучили к пище ежедневной. Да, да, да. Мы завтракали, выносили ей покушать и так далее. И, конечно, мы очень тепло. Ее можно понять, Юра. Да. И было удивительно, что она, вот мы ехали на место дислокации, и она прибегала к нам. Да, она сама находила место, сама шла туда вместе с группой, и за несколько дней до отъезда всей группы она просто молча лежала вот там вот во дворе. Это было невозможно просто. Да, она чувствовала, что мы уезжаем. А никто ее не мог взять с собой, и, конечно, у всех осталось это вот чувство экзюперии, что как бы мы ее... В ответе за... Да. Но, с другой стороны, вы подарили этой собаке безумно яркие эмоции. Это же она снялась. И она нам подарила безумно важный, может быть, смысловой... Да, да, да. То есть она в кино? Да. Ну то расскажи. А, с ней получился эпизод? С ней получился эпизод. Мы играли последнюю сцену. Заключительная сцена перед титрами. Когда уже у них все получилось, они запустили турбину, и все сидят, смотрят на то, что у них получилось. Да. И вдруг подходит собака и ложится рядом с Артамоновым. А она такая же рыжая, как... Артамонов, я поясню для наших слушателей и телезрителей. Это... Герой Юрия. Герой Юрия, да. Да, и она садится рядом со мной. А она такая же рыжая, как Сергей Бондарь, это вот друг Артамонова. И она садится, и все. Мы встаем, я начинаю ее гладить. Вы не выходите из кадра, как бы, да? Вы играете. Нет, мы продолжаем снимать, да. Мы уходим все, идем на камеру, идем от этой турбины, и она идет за нами. Она идет с нами, да, прям сопровождает нас. Ничего себе. И это так интересно, ну, это какое-то чудо, потому что какая-то перекличка с Бондарем появилась совершенно случайно. И потом, когда мы все вышли из кадра, она дошла до края кадра и пошла ровно вот так на камеру. Да, это вообще было просто чудо. Эти кадры Элина Суния взяла, естественно, в картину. И теперь она, скорее всего, заслуженная артистка. Да, да, да. Мне кажется, по крайней мере, экскурсии там уже вводят по той гостинице. Где же как-то назвали даже? Вая. Я вот тоже не помню. Ей дали имя наше. Артамон. Нет? Артамон. Артамоновна. Артамоновна. Слушайте, ну, прикольно, конечно. Учитывая то, что съемки-то уже закончились... Год назад. Год назад. Да. Приходится сейчас, да, получается, прокручивать в памяти все прикольные истории. Знаете, все очень свежо, на самом деле. Несмотря на год, все очень свежо, потому что, наверное, это очень такие были яркие моменты в жизни, которые, наверное, я думаю, не забудутся. Ради этого стоило поступать в Щукинское училище, выдерживать все эти экзамены, педагогов. Правильно? Абсолютно, да. Это не работа, это служение, дорогие друзья. Мы скоро вернемся. Оставайтесь в компании Страна.ФМ. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, 23 числа, 23 ноября во всех кинотеатрах начинается показ фильма «Мой лучший друг». И сегодня артисты, которые сыграли главных героев этой картины, в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ Маргарита Кутовая, Юрий Полик здесь, на Стране.ФМ. Так, ребят, как мы уже с вами говорили, вернее, как я говорила, вы оба закончили театральный институт имени Бориса Щукина. И вы знаете, у нас большая детская аудитория, в том числе, она слушает и ребят, которые только собираются поступать, и которые сейчас смотрят на вас, думают, вот повезло же, я тоже хочу. Но мы знаем, что за этим стоит колоссальный труд. Давайте начнем с Маргариты, как ты оказалась в театре. Ну, вообще, в актерской профессии, да? Абсолютно случайно. Вот вы все так говорите. Вот, честное слово. Вот, честное слово. Вот, честное слово. Наверняка с 10 лет ходила во все драм-кружки. Нет, я хотела быть певицей, если бы, вот, я ходила в музыкальную школу, хотела быть певицей. Кого ты слушала, скажи, вот, кто был у тебя в плейлисте прямо? У меня вообще нет кумиров. Вообще. Может быть, любимые артисты. Ой, слушайте, я тогда слушала, наоборот, что-то типа, да, научился Пампилюса, Агаты Кристи и кино. Да, отличный вкус, отличный, да, серьезный. Вот, собиралась я поступать на филологический факультет. В каком городе это было? Это было в городе Москва. Москвичка. Да, я не москвичка, я родилась в Казахстане. Ирония судьбы такая. А, вот, и помалкиваешь. Вот так вышло. Вот, собиралась поступать на филфак, ходила на курсы, занималась с педагогами, очень мне нравился русский язык, литература, все, что с этим связано. И параллельно я занималась детской студией театральной. Для того, чтобы снять психологические барьеры. Ну, чтобы раскрепоститься. При выступлении я пианистка. Вот, значит. Чтобы руки не тряслись. Да, чтобы руки, вот, просто так. И педагогу пришло в голову сказать моим родителям, что мне стоит поступать в театральный, попробовать. Я не поступила с первого раза. А поступала куда, в Щуку? Везде поступала, вообще везде. И в Амхат, и в Щуку, и в ГИТИС, ну, везде. Провалилась. Басню помнишь, ТУС, которая провалилась? Нет. Нет? А вот поэтому и провалилась. Скорее всего, да. Вот, но когда я увидела атмосферу именно МХАТ и Щука, мне очень запомнилось, студентов, которые говорят на каком-то своем языке, которые в какой-то форме, которые что-то стучат, что-то говорят. Я поняла, что я не смогу учиться на филфаке, где одни девочки со скобками, и мы с ними рассуждаем только об особенностях Онегинской строфы. Я просто захотела так же. И все. Я решила, что если я в следующем году не поступаю, значит, я на филфакт. Про Онегинскую опять что-то. Да, вот что-то как-то. И поступила. Маргарита Кутовая, получается, со второго раза поступила в театральный институт имени Бориса Щукина, и тем самым наша страна лишилась выдающегося филолога. Ну, может, еще не все потеряно. Нет, нет, не нет. Мы тебя филологи не отдадим, артистки. Юр. В моем случае страна лишилась милиционера. Да. Рассказывай, где это произошло. У нас был бы самый красивый полицейский страны. Ну, не знаю, но самый грустный был бы точно полицейский, наверное. Я учился, занимался спортом, учился так, средний. Это было в Крыму, Юр, да? Это было, нет, это уже было в Сибири, в Тобольске. Так. И еще суровее. Еще суровее, да. То есть я бы все температурные режимы перед Казахстаном попробовал. Тебя родители так тренировали. И мама работала милиционером, отчим был милиционером. Судьба должна была бы быть как раз где-то там в органах, да? Да, да, да. И была школа милиции в Тюмени. И мама сказала, давай попробуем. И в 10 классе попал в театральную кружок. Ну, сам захотел или как? Как это произошло? Почему не в секцию борьбы? Надо было с кем-то пошел помахать. И я сказал, да, давайте я пойду помашу шпагами. И вот так я попал в этот кружок. Потом стали делать там спектакль один раз в год. Пускали спектакль, маленькая роль и так далее. И потом был спектакль, где была побольше роль. А я до этого серьезно не относился. Убегал на дискотеки. И оттуда почти уже выгнали. Потом, получив «Орландо», 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 был спектакль. Вдруг я как-то открыл для себя магию театра или чего-то. Я не могу сказать, что меня именно завлекло. Тебя, в общем, говоря современным языком, торкнуло. Да, я вдруг стал смотреть фильмы, которые я никогда не смотрел. Читать книжки Шекспира, которых я вообще не знал никогда. И заразился театром, друзья. Да. В прямом смысле как-то заразился. С первого раза поступил в ЩУК? С первого. Я готовился полтора года. Я готовился так основательно. Наверное, я так даже не учился как-то. Готовился к поступлению. То есть, получается, секретик поступления в такое выдающееся учебное заведение. Это очень основательно готовится в твоем случае. И ты, получается, Маргарит, тоже тот год даром. Ты мне не терял. Да, абсолютно. Вот просто бывают же такие истории, когда человек рассказывает, а я мимо шел по Арбату, зашел с друзьями, басни прочитал, стрекоза там и поступил. Нет, невозможно. Друзья, я тут шел мимо и понял, что у нас есть возможность послушать и посмотреть хороший клип в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Владимир Пресняков. Неземная. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Это программа «Лучшая в стране». Мы продолжаем. У нас в студии сегодня молодые артисты, выпускники. Театрального института имени Бориса Щукина, Маргарита Кутова, Юрий Полек. Они сыграли главные роли в фильме «Мой лучший друг», который, кстати, выходит на экраны уже 23 ноября. Фильм мы так голопом по Европам обсудили. Сейчас вот немножечко про ваше становление как актеров. Скажите, а играть в кино вы начали уже участь в «Щуке» или нет? Или вот так скрупулезно учились и ни на что не отвлекались? Просто интересно. Вы отпускали, может быть. Как у вас это было? Ну, у меня Валентина Петровна Николаенко. Она, наоборот, брала нас в сериал «Закон и порядок». А, нет, «Кодекс чести». И она, наоборот, нас так по эпизодику, по два съемочных дня она нас выдергивает. Практика такая получается уже сразу. Чтобы не боялись, да, потом отучившись. А бывает такое, что человек, например, не снимается, ну, параллельно обучению в «Щуке», потом выходит, и, ну, как бы, ему просто даже страшно и как-то некомфортно на площадке, да, потому что его этому не учили. Да-да-да, конечно, там в этом вся есть сложность. Учат театру, написано в дипломе. Актер, театр и кино. А как играть в кино никто не знает, никому не учат. Да, как играть в кино непонятно. Маргарита, а у тебя как было? Первая моя роль была на втором или третьем курсе. Я сыграла в сериале «Школьницу». А потом, до окончания института, я снялась у «Германики» в нашумевшем фильме. И меня очень долго пробовали на главную роль, которую сыграла Агния. Но я так испугалась сценария и вообще всего этого, что я испугалась, что у меня отчислятся из института. И под конец я, в общем, как-то там сползла. И мне, ну, как-то я очень... Сыграла актрису, которая не желает главной роли. Да, вот. И меня взяли потом в итоге на эпизод, чему я тоже очень рада. Ребят, кроме этого фильма, скорее всего, есть у вас что-то еще, какая-то занятость в театрах, может быть, съемки сейчас какие-то ведут. Рассказывайте, хвалитесь. Ну, давайте я первая похвалю Юрия. Юрий Полик ответственен за огромное количество спектаклей в театре имени Вахтангова. Кстати, вот недавно хваст, то есть была на громкой премьере Ричард Третий, где ты играешь герцога. Кларенса. Кларенса, да. Фантастическая роль. Я представляю, как долго вы вместе с режиссером... Автандил, фамилию... Варсимашвили. Варсимашвили, да, готовили. Невероятный просто режиссерский взгляд на всем известное произведение. Поздравляю тебя. Расскажи, настолько ли это сложно, как кажется? Сложно. Сложно играть Шекспира, сложно говорить этот текст. Сложно в него поверить, наверное, да? Сложно где-то и поверить, и где-то сказать его так, чтобы он прозвучал. Потому что обычно обыденно его трудно говорить, и надо, чтобы он как-то звучал. Органично. Он раскрывался органично, да, этот текст. И в этом была сложность. В итоге, после премьеры, что почувствовал? Получилось? Я думаю, еще на пути. Ну, учитывая то, что все билеты проданы, я думаю, что получилось. Маргарита, а мне не ты... Я... Ой, ничего только у меня в жизни не было. Я работала в нескольких независимых театральных проектах, работала на телевидении, озвучивала компьютерные игры. Ой, какая прелесть. Да, и реклама на радио, вот. Про театральные проекты я работала с итальянскими, очень интересными режиссерами. Очень могу долго про это рассказывать. По-итальянски ты уже говоришь? По-итальянски... Я специально, да, ходила на курсы, чтобы понимать, о чем они говорят. Очень интересно вообще. Европейские режиссеры работают совершенно не так, как наши. И я как раз в таком современном больше театре, чем в таком академическом. Немножко в авангардном таком, тебе это интересно. Да, вот. Значит, с итальянскими режиссерами. Был очень интересный опыт работы в театральной ассамблере Чифуорта. Потом у меня был с немецким, с французскими режиссерами. И сейчас я работала в бельгийском проекте. Слушай, у тебя прямо иностранные истории какие-то. Это тоже так случайно. Я вообще как бы... Маргарит Кутова и в Голливуде, да? Может, как поработать? Ага, и слава. Вот. Был такой вот... Сейчас закончился этот проект. Назывался он «Твоя игра». Этот проект для одного зрителя. Это такое новое веяние, такое смесь иммерсивного театра, психологического. Я знаю, я читала об этом. Там, где все работает на тебя, на твою психику. Говорят, что-то сумасшедшее. Сумасшедшее работать в этом проекте, потому что у тебя за день проходит по 10-12 человек. Ты должен понимать, запоминать это все. И потом... Ну вот я не знаю, имею ли я право как бы рассказывать вообще все. Там есть определенные как бы секреты в этом проекте. Наверное, не буду рассказывать. Его как-то увидеть, услышать, где... Вы знаете, он, я так понимаю, сезонно работает. Вот лето уже закончилось. В твоих социальных сетях ты будешь, наверное, писать, да? Я вообще очень открыта в социальных сетях. Хорошо, мы будем искать эту информацию сами. Спасибо. Настоящие актеры, они все очень закрыты в жизни. Их надо будить, понимаешь? Разбуди меня, да, в эфире. Дорогие друзья, они будят, наш интерес к новому фильму, который 23 ноября появится на киноэкранах. Мы его ждем с нетерпением. Мой лучший друг называется «Картина». И сегодня в гостях у нас люди, которые, ну, собственно, олицетворяют эту картину. Да вообще олицетворяют молодой российский кинематограф. Маргарита Кутовая, да, Юрий Поликов в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Последние у вас такие денечки спокойные, ребята, до 23 ноября. Когда, знаете, вы проснетесь, и все. И будут вас просто терзать журналисты, репортеры и телеканалы. Кстати, о спокойных денечках. Если есть какие-то у вас свободные дни от съемок, от театральных постановок, расскажите, на что вы их тратите, как отдыхаете, что еще, кроме искусства в вашей жизни? У Юры в глазах сейчас столько поливилось. Театр, 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 театр. Да, Юра, дорогой, есть такое понятие в мире, как выходной. Ну, какой может быть выходной у актера Юрия Полик, у которого сегодня спектакль в театре имени Вахтанга? Напомни название. Наш класс, из-за которого, кстати, я попал на съемки к Элине. Пришел кастинг-директор. А мы показывали, как раз издавали художественному руководителю спектакль. И туда приходили все люди. И пришла Антонина, кастинг-директор, которая посмотрела спектакль и позвала меня на съемки, ну, на пробы. Но все равно на пробы ты пришел. Я пришел на пробы, да. Сразу утвердили или помучили? Не сразу было. Была сложная история. Там была очень сложная история. Там уже были утверждены какие-то актеры. Другие актеры были утверждены. Да, другие актеры. И мне дали почитать сценарий. Элина сказала, я это не всегда делаю, тебе дам, я прочитал. Тут же она сказала, напиши мне. Я тут же ей написал. Меня так вдохновило. Написал что? Написала, ну, и мысли по поводу героя. Эссе такое небольшое. По поводу всего, впечатления свои. А так делают, да, режиссеры? Это такая практика? Не все. Не все, Элина. Это ее подход. Она же нас не пробовала. У нас не было ни одних сцен проб. Она просто на нас смотрела и общалась. У нее потрясающая какая-то интуиция. Это для меня какое-то чудо. Как она беспробно нас утвердила. Подождите, то есть не было официальных, привычных проб, когда ты играешь? Нет, были беседы, она давала нам читать стихи. Мы разговаривали, разбирали роль. Она спрашивала, что вы думаете по поводу героя, по поводу всего. И как-то интуитивно. Мне было очень странно. Я думаю, интересно, что же это за фильм такой без проб? И было страшно. Юр, спрашивали ли про газотурбинное оборудование тебя что-нибудь? Нет, если бы спросили, не утвердили мы. Слушайте, ну на самом деле, наверное, надо сказать спасибо вашему режиссеру за такой тонкий подход к артистам. Это, мне кажется, большая редкость сейчас. Про Юру мы поняли. Рит, что у тебя? Есть ли какой-то досуг? А про Юру мы что поняли? Что Юра не отдыхает? Ну, что Юра трудоколик. Хороший спектакль, кстати, очень правда. Вот этот вот, о котором Юра говорит. Да, там и истории очень сложной судьбы. Наш класс сегодня, а завтра у тебя мой любимый Ричард Третьев. Ричард Третьев, да, потом Сергеев Городок, и вот так. У тебя соцсетями как, насколько ты открыт? Можно ли тебя где-то найти в Инстаграм, ВКонтакте, где-то вот Фейсбук, 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 девочки, услышали? Маргарит, у меня дочка, ей три года. Ух ты! Да, вот, будет, кстати, 6 ноября. В один день с Элиной она родилась. Ну, уж не знаю, так случилось, да. Ничего не бывает случайно. Как зовут дочку? Дочку зовут Елизавета. Скоро ей вот три года будет. Я провожу свободное время с ней, со своими друзьями. Ужасно люблю, мне кажется, как любые люди, посидеть, поболтать, просто пообщаться. Песни под гитару поешь, нет? А, я люблю музицировать. А ты играешь до сих пор? Да, я играю до сих пор. У меня на даче стоит пианино, и я сейчас очень увлекаюсь музыкой. Я могу неправильно произвести фамилию итальянского композитора, Людовико Эо. Я дальше не буду произвести, потому что я неправильно произвести. Достаточно. Кто знает, тот понял. Вот, потрясающая у него музыка, я просто... Ты сама музицируешь, играешь? Да, я скачиваю ноты в интернете и играю. Вот, и мне это прям очень понравилось. А, кстати, ведь этот навык может тебе пригодиться и в кино. Вот сейчас кастинг... Ты говоришь, что ты умеешь владеть фортепианкой? Ну, конечно же. Актеры всегда должны... Конечно. Актеры рассказывать. Да. Вот сейчас наслушают кастинг-директора. Так вот, возьмите на заметочку. Маргарит Кутова прекрасно играет на фортепиано. Можете сыграть пианистку, например. Да. Ну что, друзья, у нас остается минута. Я думаю, что мы должны еще раз напомнить нашим слушателям и нашим телезрителям про, собственно, главный инфоповод, ради которого мы собрались. Это ваша картина. Фильм называется «Мой лучший друг». Выходит он 23 ноября. Мы все с нетерпением его ждем. И если есть какие... Мы желаем удачи, конечно. Да, мы желаем удачи. Мы желаем вам собрать кассу. Если есть у вас какие-то короткие пожелания вашим зрителям, то сейчас это можно сделать, Маргарита. Я желаю вам посмотреть этот фильм и... Не знаю даже... Изучить себя лучше, может быть, понять себя. Можно так сказать. Да. Юрид, насладиться просто этим. Это красивый фильм. Фильм про людей. Плакать будем? Про отношения. Да, я думаю, да. Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч здесь и на киноэкранах. Пока. До свидания. До свидания. Лучшие страны. Субтитры создавал DimaTorzok